Шлю всем лучи добра, с вами плейбой атомный и игрушка Дикий дикий век Мы строим королевство уже на территории Бывших Соединенных Штатов Или Соединительных Штатов, как их правильно назвать Так, проходит ночь И насколько мне помнится, я подзабыл что нужно было делать Ага Каменный можно уже сделать, вот что делать Выстраивать замок Ну что ж, социалистическая стройка продолжается Так, скидочки на строительство снова у нас есть Ух ты, какая фантастика Снова скидки на строительство замка Как так может быть? Что за чудеса социализма? Итак Подходим снова И еще раз замок Вот это да! Как быстро и как круто! Блин, в США никогда не строили замки с такими С стуковым опомочительной скоростью Ну а тем временем у меня четыре всего лишь лучника Давай я сделаю тогда больше Как минимум еще Троих Нет, двоих давай Пускай их будет Столько Торговец подходит Ну ладно Давай поторгуем, так и быть У меня есть лесоруб У меня есть лесоруб Я, к сожалению, забыл окружение Поэтому нужно будет вспоминать И еще нужно будет попробовать поменять мишку Все, побежали А знаете что? А да, выбрасывайте монетки Раз Два Три И Четыре Все, десяток лучников есть Это очень хорошо Теперь свободных людей как бы уже и нет Но Ничего страшного Лесоруб, работай с этой стороны А мишка Бегом Где лагерь бомжей? Нужны бомжи Официально нужны бомжи Раз, два Два бомжа Пошли ко мне домой Блин Это вообще-то не очень круто Приглашать бомжей В свой дом, да? Ага Все время возвращаться Потому что сейчас другие Побегут, блин, дикари Варвары Которые засрут все и все Хотя, с другой стороны Такие уж ли варвары? Были варвары Которые оказывались В ряде случаев Гораздо мирнее Чем Цивилизованный Рим И уж точно Добрее Как-то Человечней, что ли Все У меня здесь все хорошо Надо будет бежать В другую сторону Весорубь поработал Волк нормально носится И торговец пришел на утро Это очень хорошо Это просто зашибись Поймать 22 Их 250 Зверей На каком острове находимся? Это точно тот остров, который нужен или нет? Реально оказалось, что Так и есть То есть это Шестой остров И задание Собрать Зверей набить Что может быть проще Назад, назад, назад Забрать вначале надо У торговца деньги И отправить его сразу А где торговец? А, когда же ж выхожу и захожу Он только начинает идти Понятно То есть он не ждет теперь Там, поэтому я успею пробежать Посмотреть Значит таки да Это задача Набить как можно больше зверей Но я не вижу здесь ничего особо сложного Тем более с социалистическим-то уровнем стройки Это получается даже очень просто Смотрите, четвертый день 10% выполнено С таким подходом Ну Сколько будет? 40 дней 40 дней Да, 40 дней И все, наберу Нужное количество животных Как бы так Так, давай к лагерю Беженцев А, стоять деньги Деньги сюда Вот, вот это другое дело Пойдем пока лицерубу Пускай повыробливает здесь деревья Например, здесь колхоз нужен будет И надо его сразу закладывать Отлично Людей пока я даже брал Больше чем нужно Все хорошо Прорабатывал сегодня чувство стыда С психологом Интересная тема была По поводу отношений Ну и вскрылись Многие интересные штуки То есть Что такое чувство стыда Это Когда кто-то важный для вас Дает вам Негативную оценку Иногда это бывает Положительно Адекватно Ну допустим Вы там Что Насрали на стол К примеру К примеру Я не говорю Что вы насрали на стол Ну может быть Может быть Или я насрал на стол Ладно И мне говорят Типа Ай-яй-яй Это же неправильно Зачем ты это сделал Это очень плохо Это адекватно Пристыдить Вот и люди Соответственно Говорят правильно Но в то же время Через стыд Очень часто Манипулируют И Так Вперед конячка И Стыдят вас Для того Чтобы Управлять Да Для того Чтобы Создать комплексы Для того Чтобы обмануть Да Такое тоже часто бывает Что стыдят Для того Чтобы Обмануть К сожалению Так Давай Еще лучников Использовать Самые простые Такие вещи Рассказываю И Это происходит В отношениях Когда Например Девушки Стыдят парней Вот А парни Стыдят девушек Для того Чтобы Получить Таким образом Выгоды Какие-то Свои Конечно Это Нужно Нужно С этим Работать Вот И Когда Понимаешь Как устроена Механика Стыда Каким Образом Пытаются Пристудить Где Правильно Где Неправильно Стыдят Где Стараются Использовать То В этих Случаях Твою мать Лесоруба Завалили Жалко Жалко Хорошо Рубил Парниш Можно Противостоять Вот этому Всему Лицемерному Использованию Вот Допустим В отношениях Чтобы не встречаться С партнершами Которые Ну В моей ситуации Да Которые Пытаются Использовать Меня Манипулировать Сделать Больно Причинить И Чтобы При этом Получать Все Ништяки Которые Они хотят То есть Хотят Чтобы я Цветы Подарил Хотят Чтобы я В постели Что-то еще Показал А на самом Деле Ничего Хорошего Не делают А просто Начинают Стыдить Типа Ой Ты Не Мужчина Ой Ты Еще Что-то В таком Ракурсе Ну И Я Наблюдал Эти Чувства Эмоции Отследил И Конечно Проработал Исправил Спасибо Психологу Который Тренинг Записал Достаточно Хороший Я Сам Психолог Вот Но Иногда Нужно Посмотреть Другой Человек Подскажет Полезные Штуки Чего Не Знал Не Умел И Действительно Та информация Которую Он Сказал По Структуре Как Возникает Стыд Как Он Появляется Правда Он На Примере Родителей Это Показывал Ну Это Родители Например Каким Образом Вот Ты Такой Сякой Ты Допустим Там Рожицы Корчишь Все Плохой Нехороший Вот Мы Тебя Любить Не Будем В Таком Ракурсе И Конечно Это Стыдит Ребенка Одно Дело Если Он Неадекватно Проявляет Рожицы То есть Круглосуточно Ходит И Одни Сплошные Рожицы Корчит Но Возможно Это Такие Неправильно Но Если Допустим Просто Ребенок Время От Времени Хочет Побаловаться Все Дети Хотят Баловаться И На Каждое Баловство Стыдить Ребенка То Тогда Образуются Комплексы Ну И Точно Так же Манипулируют Парни И Девушки Когда Стараются Сделать Другого Таким Каким Хочется Ну Удобным Для себя Скажем Вот Так Вот Удобным Для себя Так А я Монетку Не заплатил Да Держи Монетку Теперь Пойдешь Лесоруба Я не смогу Заказать Потому что Не хватает Монеток Нужно Хотя бы Три Монетки Вы что-то Нарубили Тридцать Два Всего Лишь Ребята Слабо Работаете А мне Это уже Пора Колхоз Строить Светлый Путь Белые Пятки Не могу Пока Сделать Пятый день Я подрасслабился Подрасслабился Погнали И Поскольку Нет Абсолютно Хороших Или Абсолютно Злых Людей То Весьма Часто Люди Которые В чем-то Хороши Ну Допустим Очень Хороший Друг Который Заручал Из Сложных Ситуаций Да Или Отличный Руководитель Да В Других Ситуациях Могут Выступать Крайне Негативно Вот Допустим Хороший Руководитель Может быть Паршивым Другом Или Паршивым Мужем Или Женой Да А Соответственно Хороший Друг Может Оказаться Крайне Отвратительным Работником Или Скажем Иметь Проблемы С Отношениями При этом Он реально Хороший Друг Или Хороший Друг Хороший Работник Но Вот В отношениях Он Допустим Любит Унижать Женщин Использовать Их Причинять Им Вред Потому Что Все Должно 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 Ну По крайней Мере Если Речь Идет О Счастье Если Вы Не Хотите Счастье То Конечно Зачем Гармония А Если Хотите То Стоит Находить Гармоничные Отношения И Вот Для Того Чтобы Найти Эти Гармоничные Отношения И Создать В тех В тех В тех Местах Где Это Возможно Как Раз И Стоит Узнавать Где И Как Манипулируют Люди Подожди Я же Сделал Я же Сделал Топор Почему Его Никто Не Забрал Алё Рожи Как Так Получилось Давай Убивай Зайца Монетка Я же Убрал Этого Чувака Ну То есть Сделал Топор Ну Давай Сюда И Назад Погнали Чё-то Вообще Не задалось Вот Серьёзно После Социалистической Стройки Прямо Затуп На Затупе Тяжело Пошло По-моему Я Отупел Неужели Это Вирус Вирус Тупизма Никто Не Говорил Что Он Существует Так Давай В другую Сторон Там Вырублю Деревья Пока Пока Будет Лесоруб Ити Это Долго 14 Человек Ну На Первую Ночь Каменные Стены Красную Я думаю Выдержат Тем более Пока Только Как Серьёзно Сейчас Прямо Неудобно Бегать Какие-то Проблемы Жёсткие Возникают С этим Так Давай Руби Чтобы Согреться Ночью Закон Руби Чтобы Согреться Песни Иногда Хорошие Но Сама Группа Для Пеструбецкой Конечно Отвратительные Ребята Долбаные Националисты Которые Должны Сидеть В тюрьме И в тюрьме Писать Свои Песни Потому Что Национализм Это Зло Стопроцентные И Беспощадные Так Он Срубил Но Там Денег Вроде Не Выпало И Сейчас Походу Будут Бежать Эти Дикари И Попробуют Отобрать У него Топор Ну Дикари По-любому Побегут Это Красная Луна Галу Ну Я ее Называю Голубой Луной Потому Что Нету Песни Про Красную Луну По Крайней Мере Я не Знаю Каких-то Песен Про Красную Луну Бегут Ублюдки Неуклюже По Лужам И Сейчас Убьют Лучники Мои Посмотрим Что Получается Мне По-любому Надо Совхоз Сделать Вначале Колхоз Потом Совхоз Четыре Часа Долбаные Блин Лесоруба Снова Вырубили Лесоруб Что Ты Так Подводишь Все С одной Стороны Отбились Давай Пошел Отсюда Поторгуем Потом Еще Ну Время Делать Совхоз Колхоз И прочую Штуку А мне Денег Не хватает Да Нужна Как минимум Еще одна Монетка Вот это Прикол Где Ее Достать Заяц Заяц Обеспечит Мне Монеткой Нужной Есть 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 Ну Теперь Надо Колхозников Сделать И Лесоруба А денег У меня Конечно Нету Это Сложный Период Пошел Лучники Мало Набивают Если честно Я вижу Потому что Пока Происходит Сколько Одну Монетку В день Ну Пускай Две Это Что Такое Это Зайцем На Смех Надо Сказать Куром На Смех Но Нет Зайцем На Смех Мне По Любому Нужен Лесоруб Это Значит Я Пока Не Могу Сделать Колхозников Вы Собрали Хоть Ничего Не Собрали То есть Единственный У меня Реальный Доход Сейчас Это Этот Самый Спекулянт А то Что они Там Набивают Он Еще Одного Зайца Убили Походу Будет Две Монетки Ого Ого Три Монетки Вот это Да Так Давай Давай Сразу Ты Пришел Назад Правильно Ну Так Давай Деньги Нет Он Не Дает Деньги Лесоруба На ночь Строить Я Не Думаю Это Плохая Идея 40 Зверей Дебили Всего Лишь Колхозника Я Сделать Ни Одного Не Могу Но Завтра Я Смогу Сделать Колхозника давай спекулянта постою на самом деле столько хочу сейчас должны были выходить серии по варкрафту но мы с чейзером не записали их да там совместное прохождение всей компании посмотрите весьма интересно для тех кто любит сказочные игры кому понравилось допустим вот эта серия с wild age можете заглянуть там мы гоним веса прикалываемся по-разному спасаем людей особенно детей да и да вот как то так и поскольку серию не предзаписаны то сейчас я эти новые серии размещу как раз вместе варкрафта думаю нормально будет дождать постоять а так в целом мало игр на коммунистическую тематику и последнее время даже мало обучающих потому что сейчас на канале я прохожу что два вархаммера тактики по шаговые первый момент потом а ну вот эту игрушку и варкрафт 3 прямо а из обучающих получается остался но остались какие-то понты осталось алготика и этот самый как его else hard break по программированию и все дал мне это все пока что осталось прямо как-то мало что-то я себе устроил паузу нужно снова возвращаться в нормальный ритм потому что-то у меня намного больше именно обучающих игр идет вообще специализируюсь на этом да и мне по приколу мне по приколу подожди а где монетка типа ее подобрать нужно было но не подобрал эту елку рубить вот и хочу да так это торговец успеет еще раз прийти венша если он успеет за два раза за пару дней прийти это еще очень хорошо что у меня по банку насколько помощи ничего нет но я и проверю на галяк обычно у меня уже есть на счету сумма хорошая хотя бы десяток монет как-то вообще плохо бегом 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 успеть успеть 17 00 и торговец 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 стой 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 давай монетки давай монетки монетки давай это сволочь не дает монетки ладно пошел еще один колхозник и нужно сейчас еще монеток вы собрали что-то хоть что-то ребята и на самом-то деле уже пора улучшать стенки потому что к следующей волне они должны быть двойными и нужно больше людей у меня денег просто на это нет понимаете я бы хотел бы но не могу потому что не денег так а почему эта елка стоит она должна была быть срублена лесоруба ты где сейчас где-то должен быть замки ты ничего не никаких денег не получил серьезно лесоруб на входят если бы начали рубил людей вообще было бы замечательно противников жри так подходи сюда но лошадка но 44 тем временем из 250 и за сколько это ну за 8 дней четверть сделал вернее пятую часть 8 на 5 это будет ну 40 получается 40 дней на начале кажется вроде 40 20 50 2 это достаточно просто но сейчас я понял что нифига подобного следующий по моему в двенадцатую ночь ребята и нужно будет сейчас приятно что на канале появилось несколько людей с которыми интересно общаться а я именно и хочу таких пользователей то есть на самом деле мне не интересно большое количество подписчиков там и быть каким-то мега популярным а я хочу остановиться на каком-то таком количестве которую удобно но допустим если говорить прямо что меня интересует ну до сотни людей с которыми можно на стримах что-то поговорить и по десятку человек по каждой теме которая меня интересует вот допустим по 10 человек допустим который программирование рассказывать сейчас есть владимир киряков на канале вообще классно мы с ним общаемся по поводу программирования разные приколы как в играх сделать вот то 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 и даже делаем сейчас перевод игрушки else heartbreak на нормальный человеческий язык а также думаем насчет того какие моды сделать вот как модифицировать игру чтобы улучшить ее там я хочу укоротить диалоги некоторые видоизменения сделать там допустим чтобы вначале у героя появлялся компьютер еще некоторые такие штуки в общем по мелочи и улучшить игру добавить пару новых персонажей а вот какие цели стоят посмотрим что из этого получится но по крайней мере это то что очень интересная задача для меня есть убить ребята и что еще можно сказать по этому поводу и вот это классно потом там появился человек я не знаю будет ли он дальше на канале но по крайней мере его комментарии по информатику su оказались очень полезными он проходила еще в детстве обучающие игры там разные квесты и рассказывал какие-то комментарии приятно было пообщаться с человеком хотелось бы еще такого общения не не знаю смотрит ли он другие видео вот и интересно ему я дальше буду проходить я специально поскольку он написал по плану была запланирована одна игрушка прохождения там медицинская но я такой подумал а почему бы не изменить свой план и и не перенести ее то есть я все равно буду проходить там есть биотопия игрушка типа под полал там заказ такой обучающий вот так после криминалистов сейчас будет снова квест по криминалистам должен должен буду запустить и потом биотопия как раз хотел говорю же хотел по медицине но будет биотопия а потом наверное медицина как раз это будет логически потому что биотопия она связана с ботаникой и физиологии вспомнил что-то по курсам биологии школьным я ведь был отличником по биологии и как то вот так вот сделаю поэтому мне интересно вот допустим по иностранным языкам там я японский изучаю да прикольно вот по эсперанто появился человек он мало пока комментирует но комментирует тем не менее интересно и благодаря ему я продолжу асперанто вот уже даб делаю вот он время от времени что-то пишет комментарии это классно по коммунистической тематике тоже интересно потом сборки разборки вооружений физик химия вот по таким мне интересно с людьми общаться вот по таким тематикам и делать что-то совместное а делать что-то совместное а каких-то вот вот эта массовая аудитория дебилов как я их называю вот то нет дебилы не интересны которые там начнут рассказывать то ты забрось вообще эти обучающие игры давай давай клипай какую-то игрушку извиняйте но обучающие игры приятны тем что это и обучение и отдых одновременно у есть некоторые такие миленькие игры где вообще концентрируется отдыха допустим вот этот а wild age я действительно здесь в основном отдыхают чего здесь учить смотрю что сделано там это можно было посмотреть и на этом закончить вот а я продолжаю дальше играть потому что нравится потому что получаю удовольствие от игры и на самом деле так хочу я так далеко бегу давай-ка назад там нету больше лагеря два лагеря с другой стороны мне нужно сейчас деньги чтобы улучшать уже заборы а я этого не делаю так и почему-то постоянно отключается бег сейчас с ним сложности наступают так давай за мной бомжик деньги ну мало две монетки ну что это такое вот колхозники сейчас вырубят они принесут деньги а все остальное это мало плохо охотятся ребята плохо а мне нужно еще стенки улучшать о так 3 5 сколько это 9 нужно на улучшенной стенке скидки со стенками к сожалению не работают 7 но этого все равно не хватает для того чтобы улучшить стенки ну а что мы увидимся уже в следующем эпизоде только революция только победа и оставайтесь со мной жители города и жадинки скидки скидки